всем привет с вами виктория андерсон и добро пожаловать на нашу кухню nordic balance где мы готовим все самое вкусное быстрое полезное и от чего мы никогда не будем поправляться друзья сегодня я хочу вместе с вами приготовить рыбный суп я не могу его назвать как бы ухой в нашем понимании да потому что в этот рыбный суп не будет добавляться картошка и такие определенные ингредиенты которые мы когда-то привыкли те которые жили в советском союзе они это помнят то есть поэтому я называю это блюдо не уха а рыбный суп можете назвать его от виктории или можете его назвать рыбный суп от nordic balance что для этого нужно я уже приготовила бульон из сейчас я вам покажу детей убирайте от экрана чтобы они не испугались из двух таких вот шикарных голов карпа вот этот бульон я уже сварила и немножечко туда добавила специи с карри поэтому эти головы немного как бы приобрели такой желтый цвет сейчас у нас здесь бульон стоит на плите на шестерочке и я в него добавляю поочередно такие ингредиенты как лавровый листик это всегда нужно любой суп у меня здесь буквально четвертинка сельдерея корня сельдерея до перец горошек потому что опять же в рыбный суп всегда должно быть много много идти разных специй я сейчас же до того как начну перечислять те ингредиенты я хочу опустить наш корень сельдерея которая порезала вот так вот такими маленькими квадратами сюда же у нас пойдет этот бульон куриный ой куриный извините рыбный у нас сюда пойдет морковка буквально две штучки среднего размера морковки лук-порей помидоры у нас пойдут в собственном соку резанные и также будут потом добавлены и помидорки черри которых пошло у меня сюда буквально четыре маленьких помидорчика феникель сельдерей палочки сидерея и лук репчатый также под конец мы добавим сейчас вы поймете в какой последовательности у нас идет перчик чили вот такой вот я покупаю перчик чили чесночок который грубо так порезала большими такими ломтиками зеленый лучок имбирь про чили помидорки я уже сказала лучок я не знаю вот такой вот он шток что ли называется по-русски и как специю мы добавим кинзу соль перец естественно да вот и что мы начинаем делать пока мы забросили наш сельдерей корень сельдерея я вам сейчас расскажу гораздо больше что мы делаем смотрите что мы делаем значит как только закипит этот корень сельдерея мы добавим сразу же морковку чтобы время не терять давайте мы с вами сделаем такую зажарочку которая будет у нас состоять из их ингредиентов как имбирь честно нальем прежде всего да мы обжарим имбирь давайте нальем масло масло я беру буквально пару ложек видите обыкновенного растительного масла и когда сковородочка раскалится мы добавим прежде всего имбирь которая тоже так грубо порезала видите да так все полезно этот суп рыбный как я говорю он очень будет таким сейчас убавим немножко бульон на меньшую температуру этот суп рыбный он будет настолько специфический он будет такой острый он будет такой яркий он будет такой вкусный и вы потом поймете когда вы попробуете его приготовить о чем я говорю значит следующим в наш бульон пойдет резаная морковка морковку я тоже так же порезала в такой же как бы пропорции нули размера такого же как и наш корень сельдерея бульончик у меня уже был готов как я уже сказала смотрите какая красота сейчас он немножко закипит и вы все поймете друзья пока это все чудо готовится я вам хочу рассказать что я делаю с нашими овощами я вот во время карантина услышала по радио очень интересную новость для меня потому что я никогда в жизни не увлекалась огородом вот от одной женщины которая живет в копенгагене и у нее естественно нет никакого сада нет ни огорода и так далее но у нее всегда есть свежие какие-то проростки какие-то овощи какая-то зелень и что она рассказала она делает значит вот смотрите видите вот феникель как выглядит да наш феникель она мне как бы всем нам по радио рассказала она обрезает все это в салат или там вот как мы сейчас делаем суп и ставит корешок вот кочерыжку по-русски да вот в такой вот просто вот водичку и посмотрите какая прелесть у нас получается буквально через там я не знаю дней 5 7 может 10 у нас феникель начинает расти посмотрите какое чудо и потом когда он дает корешки его можно высадить в горшок и вы получите вот зеленый подоконник или огород на подоконнике то же самое можно сделать с вот таким вот стручковым сельдереем смотрите эту этот секрет не сказала одна из моих учениц клиенток школу nordic balance она прислала мне видео и показала то есть вы берете стручковый сельдерей обрезаете его вот где-то вот на 10 сантиметров употребляете его в салат или куда угодно там супчик борщик или что ставите просто вот эту вот окончание как бы 10 сантиметров водичку и посмотрите начинает все расти и это такое чудо вот посмотрите на мой огород вот здесь у меня сельдерей здесь у меня феникель это молодая капуста посмотрите тоже она уже начала прорастать и здесь у нас просто-напросто белокочанная капуста и все растет процветает это такая прелесть просто невозможно передать словами у вас всегда будет свежие все фрукты и овощи не фрукты но овощи во всяком случае так смотрите теперь у нас значит закипело уже сельдерей и я сюда отправляю морковь все это будет готовиться очень быстро потому что все овощи они должны быть такие немножко хрустящие они разварены вот пока у нас жарится и здесь же у нас уже как бы кипит наш бульон с корнем сельдерей и морковкой мы добавляем наш грубо порезанный имбирь репчатый лук который я порезала тоже полукольцами вот сюда и буквально через пару минуточек мы сюда же отправим с вами чеснок вот у меня так вот тоже видите я постаралась как бы все порезать равномерно одинаковыми такими квадратиками как индейки так или чесночок все и такие у нас запахи начинает волшебные происходить на нашей кухне просто не передать словами вот пока это все у нас как бы варится могу еще немножко добавить температуры супчик я сюда могу отправить сельдерей сельдерей которые я порезала как я вам уже сказала просто напросто стебли сельдерей мы порезали ну может быть там пол сантиметра и так же сюда я отправляю наш великолепный феникин друзья это так все вкусно пахнет что просто невозможно передать на камеру буквально через пару минуточек давайте еще помешаем вот эту прелесть и мы отправим сюда наши помидоры в собственном соку те кто меня знают они как бы знают что я никогда не любила суп именно из рыбы луку я никогда не любила и несмотря на то что я работаю все 29 лет которые я живу в Дании именно в рыбном бизнесе работала пока я еще не совместила этот рыбный бизнес с диетологией вот то есть я все эти там годы пока работала в этом бизнесе рыбном я покупала рыбу сейфуд креветки и так далее со всего мира и продавала это все на Восточную Европу и в те времена когда я выехала из Восточной Европы я жила в Киеве в то время даже не знали люди как называются многие продукты вот когда я получила работу в огромном концерне рыбном в Дании мне как бы приходилось заниматься переводами не только продажами но и переводами разных рецептов которые были настолько вкусными и интересными и вот именно тогда я получила как бы такой интерес большой к разным блюдам приготовлению из всяких заморских великолепностей поэтому я постепенно как бы начала это развивать и я очень люблю готовить мне это все это очень нравится близко и сейчас я с этими рецептами с вами как бы делюсь так у нас уже морковка сельдерей феники немножечко приварились также я выключила уже наш лук имбирь и чеснок обжаренный да и я очень хочу сейчас добавить вот эту вот прелесть которая состоит из помидора в собственном соку которые порезаны сюда в наш супчик помешаем понимаете это будет даже не уха поэтому я не могу назвать ухой а вот рыбный суп который будет очень острый и такой очень овощной насыщенный у него будет вкус приправим опять десепиратуру немножечко так и самое время может быть попробовать потому как у меня бульон уже был готов я не боюсь отравиться или там получить какую-нибудь инфекцию бульон был готов и я хочу еще заметить что я этот бульон процедила то есть я эти головы процедила бульон ну сцедился или как процедился и мы получили вот такой вот как бы вы видели какой был прозрачный бульон да за счет того что я его процедила сейчас я немножечко просто хочу попробовать как он на вкус вот и очень вкусный наваристый немножечко его нужно солить Так вот. Посолили. И самое время сейчас к нему отправить лук-порей. Видите, сколько у нас овощей? Получается, он такой густой у нас будет суп. Пахнет все это великолепно. Не бойтесь экспериментировать. Сейчас у нас в этом супе есть уже и протертые помидоры или и порезанные помидоры в собственном соку. Но видите, я приготовила также еще и чели-помидорки, которые свежие, которые тоже отдадут такой великолепный привкус. И это будет совершенно потрясающе. Наш суп рыбный уже начинает закипать. Я хочу немножечко добавить черного перца. Вот. И буквально через пару минуточек, видите, он уже начинает закипать, я отправляю сюда имбирь, лук и поджаренный чесночок. Вся эта прелесть совершенно непередаваемо пахнет. Перец горошек я тоже бросила до того, как. И суп наш рыбный уже практически готов. Просто-напросто я хочу сюда добавить еще помидорки черри. Они как бы украдят наш суп и дадут тоже такой великолепный привкус к помидорам, которые были в собственном соку. Лучок зеленый также в конце в самом мы добавляем. Вот. И, конечно же, никакой рыбный суп не может обойтись без белого вина. Мы его сюда тоже отправляем, чуточку буквально. Вот так вот. Чили. Красный перец чили, который ускоряет наш метаболизм. И он так благораживает наше блюдо. Теперь я немножечко убавлю еще температуру. Так. Буквально до семерочки. Вот так вот. Все это помешаем. Смотрите, какие у нас краски. Какая красота у нас получается. Вы видите? Поверьте мне, что съев тарелочку такого блюда или супа, вы никогда не наберете вес. Вы получите удовольствие. Очень много всевозможных витаминов, минералов. И здоровье ваше только улучшится. Хотя в системе Nordic Balance мы на стадии снижения веса не едим супы. Но все равно я против всяких каких-то там запретов. И я считаю, что если даже там немножечко себе позволить когда-никогда, то никакого вреда вашему организму не принесет эта тарелочка супа. Просто наоборот получите удовольствие и не наберете вес. Я пробую еще раз этот суп. Очень вкусно. Но я бы еще добавила немножко белого вина. Он очень остренький получается. Так. Теперь мы отправляем такой мелкий лучок. Я не помню, по-моему, по-русски называется шток. Ребята, вы не обижайтесь, если я называю какие-то ингредиенты неправильно. Но это не из-за того, что я там хочу как-то, не знаю, показаться какой-то иностранкой. Просто я живу в Дании уже 29 лет. И когда мы уезжали из Советского Союза, то многих ингредиентов даже вообще не было в природе. Как бы, ну, не называли мы там, не знаю, зеленый лук. Может быть, он называется как-то по-другому сейчас и так далее. Там такого мелкого лука тоже не было. Так что я не из-за того, что я какой-то там сноб будешь сохранить. И в самом конце я хочу добавить мою любимую специю, которая называется кинза по-русски. Она настолько ароматная и она настолько великолепно подходит к рыбным блюдам. И, я не знаю, добавляйте по вкусу, конечно. Вот я ее в самом конце добавлю. И наш суп готов, ребята! Волея, через пару минут я вам покажу просто тарелочку, как этот наш суп будет смотреться. Подождите, потерпите чуть-чуть. Сейчас я открою шкафчик и возьму волшебную тарелочку, в которую мы сейчас наберем наш великолепный рыбный суп. И подадим его вот так вот. Смотрите, как он полыхает, какой он красивый. Я выключаю наш суп. И сейчас я добавлю сюда буквально ложечку сметанки. И это будет все великолепно смотреться. И если вы его съедите с вкусным темным хлебушком, это будет настолько большое наслаждение. Друзья, приятного вам аппетита! Кушайте вкусно, красиво! Оздоравливайтесь! Не бойтесь еды! Она может приносить вам только пользу и радость должна приносить. Кушайте с наслаждением, умеренными порциями и получайте наслаждение от жизни и удовольствие от жизни. Ну, а на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний рецепт, простой, быстрый и вкусный, пишите свои отзывы, ставьте лайки. Я в них так нуждаюсь. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, подписывайтесь на мой канал Nordic Balance в Facebook. Я всегда буду рада вам ответить на все ваши вопросы, приготовить какие-то для вас новые полезные блюда и быть с вами. Ну, а на сегодня все. С вами была Виктория Андерсен. С любовью и до новых встреч! Пока!